Итак, здравствуйте, поклонники и любители самбо, все те, кто любит эту прекрасную, великолепную борьбу, чудесный, зрелищный вид спорта. Второй день чемпионата мира среди студентов, который в эти дни проходит под эгидой Фису в Никосии, Кипр. И сегодня у нас день заключительный, если говорить о соревнованиях личных, потому что завтра у нас будут командные соревнования. Итак, сегодня второй день, три соревновательного блока, как обычно, и три блока награждения. Сейчас у нас стартует весовая категория 52 килограмма женщины в красной куртке Кузяева Ильзира из России. И противостоять ей будет Данилович Ксения из Беларуси. Завтра пройдут соревнования командные. Заявились четыре команды. Команда России, Киргизии, Литвы и, собственно, организаторы соревнований Киприоты. Итак, Кузяева Данилович на заднюю подножку. Хорошо. И пыталась контратаковать. Сейчас боковым переворотом контратакует Данилович. Данилович. Хорошая будет схватка. Посмотрите, как нас целены на борьбу девчонки. Обе в захват и обе в такие очень активные стыки. В Гадавле заднюю подножку контратакует Данилович боковым переворотом. И пытается на ноге поднять. Но пока безрезультатно. Но стык хороший, стык интересный, смотрибельный. И борьба обещает быть интересной в этой схватке. Опять в Гадавле. С Гадавле уже в этот раз не задняя подножка, а зацепом с выхватом за ногу. И также боковым переворотом контратакует Данилович. Ну, по-видимому, вот такой рисунок мы сейчас с вами какое-то время и будем видеть. Потому что в арсенале у Кузяевой вот как раз-таки задняя подножка и атаки с зацепом, возможно, подхватом от Гадавле. Ну и, соответственно, контратакующая манера ведения борьбы отсюда у Данилович. Хороший стык. Вопрос в том, кто в этом стыке победит. Опять та же история. Но сейчас уже, ну, тут уже партера, собственно, либо надо переходить на болевой. Конечно, что-то надо менять. Что-то надо менять, потому что в этом стыке не могут решить, кто же лучше спортивники. Нужно немножко, наверное, похитрее поступить, как одно, так и другое. Немножко сменить рисунок встречи, поменять, собственно, ну, вот рисунок поединка. Потому что здесь уже опять Гадавле. Ну, сейчас в косой захват попыталась Данилович добраться, перехватила с этого косого Кузяева свой Гадавле. Все-таки заднюю подножечку на бал она провела. Удачно, очень хорошо. Ну, тут Данилович как-то сплоховала, скажем так, да. Ну, бал это не столь большой разрыв. Поэтому я думаю, что еще есть возможность у белорусских отыграться, если, собственно, есть желание. Желание есть. Мы видим, как хорошо сейчас забрала. Опять в заднюю. Опять пытается контратаковать. Но не перекрытая рука. Мы видим, вот левая рука Данилович, она должна четко перекрывать правое плечо. Так как эта рука не перехватывает, не хватает ей вот этой тянущей за бедром, должно быть очень хорошо плечо перекрыто, чтобы не могла опираться им соперница у ковера и сопротивляться. Посмотрим. 1-0, полторы минуты еще борьбы. Весовая категория, напомню, 52 килограмма. Опять год давали, опять тоже. Вот смотрите, вот это здорово. Вот это то, о чем я говорила. Сейчас плечо было перекрыто и четко сразу смогла уже бросить. Хотя правая рука все точно так же на бедре делала. Но левая перекрыла плечо, правая плечо соперницы перекрыла. Это главное, одно из, скажем так, базовых моментов, которые при боковом перевороте должны учитываться. Неперекрытое плечо, но залог того, что прием не получится. 4 балла очень хорошо атаковала. Минута борьбы 4-1. Белорусско Данилович ведет. Вчера у Белорусска было 2 золота, как раз таки в среднях девчонок. Сегодня вот есть возможность. И серебро было. Сегодня есть возможность у Даниловича принести в копилку. А, нет, была медаль. Одна у девчонок, другая у мужчин. Да, сейчас есть возможность у Даниловича порадовать своих белорусских коллег и руководства федерации тренеров с еще одной золотой медалью. Здесь, да, опять. Сейчас мы видим, да, видите, левая рука не перекрывает плечо, да. Я говорю про левую руку Данилович. Не перекрывает правое плечо, поэтому нет броска. Ну, опять же, тот же рисунок. Задняя подножка в исполнении Кузяевой и боковой переворот, как контратакующий в исполнении Данилович. С колен попыталась, ну, такое немножко жиденькое. Не выглядит, что таким броском можно что-то решить. 22 секунды, 4-1. Ксения Данилович ведет финальной схватки весовой категории 52 килограмма чемпионата мира среди студентов. Ну, вот задний не может обыграть, задний подножка никак не может. Возможно, нужно было что-то придумать иное. Условно говоря, может быть, зацеп от зацепа подхват. С этого же гадали, потому что, конечно, уж очень-очень читаемая была эта история. Здесь, конечно, вот в этом стыке, как я говорила, будет очень важно, кто играет. Вот в этом стыке сегодня, конечно, переиграла Ксения Данилович. Поздравляем сборную Беларуси. Поздравляем главного тренера сборной Беларуси Веронику Козловскую с третьей золотой медалью на этом чемпионате. Итак, Данилович Ксения из Беларуси первая, Кузяева Ильзира, россиянка вторая. Если говорить о бронзовых призерах в этой весовой категории, то румынка Диана Труйка стала бронзовой. Беларуси первая, Кузяева Ильзира. Беларуси первая, Кузяева Ильзира. Итак, у нас вторая встреча первого соревновательного блока. Весовой категории 57 килограмм, мужчина. Даниил, Даниил, извините, Михаил из России в красной форме. Халматов Дилшот из Украины в синей форме. 1-0 россиянин ведет. Нинимальное преимущество, но оно есть. Сейчас небольшая пауза. Приводит в порядок форму. Шнурки на ботинках. И вновь готова к бою. Сейчас хорошо за ногу попытался таковать. И с колен следом очень хорошо. В открытой стойке борются лево-направо соперники. Хорошая-хорошая борьба. И сейчас очень хорошая попытка проведения броска через спину была. В принципе, поединок такой достаточно открытый. Ребята идут в борьбу, не закрываются. Вот смотрите, опять через... В ногу прошел. И на боковой переворот. Пытался боковым переворотом Даниилян атаковать. Пока он поактивнее. Ну и, собственно, счет на табло говорит именно об этом. Пауза. Какое-то техническое совещание. Ну вот, посмотрите, бросок. А, да, я думаю, что здесь думают оценивать ли балл. Вот мы видим, что судья показывает, что не было оценки. На него шел бросок. И, собственно, он мог видеть более четко. Потому что иногда с разных точек ощущения разные. И здесь, как правило, прислушивается к тому судье, кому было виднее. На кого шел бросок, собственно. Точка зрения именно того человека, Ну, кто вот был ближе к, собственно, к моменту выполнения приема. Балл. Мне, честно говоря, тоже показалось, что там четко была атака боковым переворотом. И четко на живот упал Халматов. Вот это какая красивая мельница. Это еще балл. И таким образом, вот так вот по баллу 3-0 уже Данилян в схватке против Дилшота Халматова из Украины ведет. 3-20 еще бороться. Есть еще время. Посмотрим. Как я всегда говорю, будет еще очень важно, в каких функциональных кондициях находятся ребята. Ну, здесь не будет. Хорошо за ногой. Потом за шагами. Но через большую паузу. Поэтому не оценивается движение. Но продолжает атаку в партере. Там болевой прием, по-моему, пытается провести. Не смог ничего извлечь из этого положения. А, ну вот еще сейчас попытка проведения удержания. Нет. Ну, опять же, неплохо, потому что своровал определенное, скажем так, количество времени. И который в данный момент работает на него. Ведя 3-0 Данилян. Вот это с колен. Все-таки не очень хорошо. Все-таки вот эти вот более плотные. За ногу, боковой. Мельница очень хорошо удаются. У Даниляна с колен как-то немножко послабее. Две с половиной минуты еще бороться. Сейчас середина схватки уже у нас позади. И сейчас функционалка будет очень решающей. Поправить форму, подышать, отдохнуть. Сейчас эта пауза как раз-таки на руку обеим соперникам. Немножко отдохнут. Услышат тренера. Я думаю, что это отразится только с позитивной стороны на качество борьбы. Данилян вышагивает. Опять таким бычком за ногой Данилян вышагивает. Еще балл здесь был. Все четко. 5-0. И за две минуты до конца упрочил свое лидерство в этом поединке. В главном поединке дня на сегодня. И в принципе, ну не сказать, что поединка уже предопределен. Но все-таки 5-0 это большое преимущество. За минуту 50 до конца с колен. Но знаете, надо отдать должное. 5-0 ведет Данилян. Не останавливается вообще ни на секунду. Все время в атаке. Все время. То есть, как правило, иногда бывает, что чисто тактически спортсмены разрешают себе немножко остановиться. Где-то, ну скажем так, не упасть. Ну, к примеру, там получить наказание. Да, балл. И, ну, как бы позволяют себе взять такую передышку. Да, они наказываются. Потому что 2-3 эпизода они как бы так чуть-чуть отстаивают. Чуть-чуть отдают инициативу, да. Ну, в принципе, это неплохо. Потому что, ну, это тактическая борьба, которая, в принципе, в самбо разрешена. Ей все пользуются. И это правильно. Но вот здесь вот надо отметить, что Данилян идет борьбу. Вот в каждую, каждый микроэпизод, каждую секунду. Вот 7-0 уже ведет. Сейчас еще балл. И, собственно, досрочно за минуту 30 до конца заканчивает поединок. Выигрывает эту схватку. Михаил Данилян, Россия. Поздравляем его. Поздравляем сборную России. И Халматов Дилшот из Украины становится вторым. Напомню, это весовая категория 57 килограмм. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Янаков Борислав из Болгарии и Ажиканов Толгарбек из Киргизии. Вот они моменты поединка победные. Поздравляем еще раз Даниляна. И нас ждут выхода на ковер своей главной схватки дня. Весовая категория 60 килограмм женщины. Продолжение следует... Так, женщина 60 килограммов Мухтарова Гульхия из России. Она в красной форме. И Жевченко Анастасия из Украины в синей форме. До хорошего плотного захвата сейчас добралась Мухтарова. Я не смогла реализовать его. Партер и поднимает в стойку свистком арбитр. Отворот рукав. Неплохой сейчас захват у Жевченко. Подхватом пытается атаковать. Тоже в открытой стойке. Девчонки борются лево-направо. Вот он подхват. Потом переходит на переднюю подножку. Опять подхватом. И это... Ну, 4 балла даже можно дать. Но, скорее всего, будет все-таки 2 балла. Потому что не совсем амплитудно. Не совсем быстро. Но на всю спину. Балл удивительный. Мне кажется, 2 балла было точно. Но мы не спорим с арбитрами. Здесь 2 балла и 1-0. Анастасия Жевченко из Украины лидирует в финальном поединке. В основной категории 60 килограмм. Перехватывает инициативу россиян. Хороший захват. Добралась до плотного захвата. Левой рукой сверху. Сейчас там оттабанивается захватами Мухтарова. Ох, еще подхват. Смотрите, вроде бы Мухтарова сверху забрала. Но настолько отворотик с рукавом грамотно. Плюс у Мухтаровой вроде сверху захват есть. Но важная очень рука, которая держит за рукав. Она тоже в подхвате или в бросках вперед должна очень тянуть хорошо. Она ее проигрывает. И вот вроде бы не такой плотный захват. Отворот, рукав. Но все подобрано. И рукав плотненько вытянуло. Отворот четко работает, умеет. Есть специфика. Она немножко разная. Работает рук с отворота или со спины, или с пояса. Но все четко. Еще один подхват и 3-0. А Шевченко ведет. Нет, ну это, конечно, как говорится, самоклад. Потому что такие вещи, типа боковой подсечки с падением. Это, конечно, вот просто напроситься на борьбу в партере. Здесь, которая очень-очень на руку сейчас. С Шевченко идет время. Время работает на нее. 3-0. По-прежнему она везет. А бороться остается все меньше, чуть меньше, чем полторы минуты. Не скажу, что у Мухтарова нет желания. Борется с желанием, с отвагой и так далее. Не может подобрать ключики. И в захватной работе такое ощущение, что Шевченко немножко пограмотнее. Сейчас попыталась болевой прием, я так понимаю, со стойки провести. Неудачно. Это такой тоже уже, наверное, прием последней надежды. Минут остается. Сейчас тут секунд 10 сворует Шевченко в борьбе в партере. Молодец. Все правильно. 50 секунд борьбы. Еще раз. Атакует. Вроде хорошо. Вот видите, про что я говорю. Правая рука у Мухтаровой не работает. Левая, да, забрала плотно, а правая, которая должна здорово тянуть при бросках вперед, ее правая рука не держит от воротов. Ой, рукава. На рукаве ее переигрывает. Переигрывает этими руками ее Шевченко. То есть, в моем понимании, эта схватка просто выиграна Шевченко за счет умения, в более грамотной борьбе за захват. На уровне захватах разбирает Шевченко россиянку. Очень грамотно, очень четко. Смотрите, как еще ножками хорошо работает. И концовочку молодец, отработала. И поздравляем Анастасию Шевченко. Шевченко Украина, золото, молодец. Серебро у Мухтаровой и Гульфии, если я не ошибаюсь. Это первое золото на этом чемпионате у Украины. Поздравляем их. Бронзами в этой весовой категории, в весовой категории 60 килограмм, стали Вьевьен Лоренчич из Словении и румынка Андрей Елена Ионеску. Вот он, этот подхват. Хорошая, хорошая атака. Уже вот эти вторые два балла, по-моему, если я не ошибаюсь. Отличная схватка. Очень яркая, очень зрелищная. А у нас с вами блок награждения. Все три весовой категории, которые сейчас боролись, выйдут на награждение. Посмотрим, порадуясь за девчонок. Посмотрим на улыбки, на, возможно, слезы радости и так далее. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Сергей из России. Оскаров Камран из Азербайджана будет ему противостоять противостоять в синей форме. Ох, как с колен, с рукавов обоюдные рукава были и у того и у другого и у Коробкина и Аскарова и с колен, как здорово очень так двигались и в ход движения атаковал Коробкин. Хороший бросок, всего лишь балл, но сейчас атакует в партере, пытается перейти на болевой прием. Там ногу очень хорошо обвил Аскаров. Таким образом защищается, чтобы не было свободы движения, передвижения в тазу. Но посмотрим. подвязывать сейчас там руку очень плотно, очень хорошо. Уже сел, сейчас должен перенести все-таки вторую, я думаю, ногу. Да, все, есть. Ну вот что, тут сейчас можно и держать по большому счету. Сделать удержание, после удержания, например, попробовать бороться уже за руку. Либо все-таки сейчас сразу болевой. Но есть время, 40, почти 5 секунд уже на болевом. Вытащил. Да, все, прямая рука. Смотрите, за минуту 15 очень четко, классно собрано бросок на балл с колен, и четкая борьба в партере. Ни на секунду не упустил, плотно, как вот краб прямо прижался, и очень плотненько в партере отработал, и болевой прием все-таки завершил. Поздравляем Сергея Коробкина из России, Зулата, Аскаров Камран из Азербайджана второй, а третьими в этой весовой категории, напоминаю, это весовая категория 68 кг, стали Ганиев Бахадир из Узбекистана и Евдошенко Дмитрий из Украины. Вот он, этот болевой прием, очень четко здесь, видите, левая нога вроде бы нерабочая, да, сложно было прокрутить таз, все равно здесь таз надо было прокрутить, очень хорошо отработал с руками, подвязал, и потом все-таки прокрутил таз, перекинул вторую ногу, и на прямой руке уже все четко отработал. Хорошая схватка, яркий финал, спасибо за этот финал Сергею Коробкину из России. У нас женщина весовой категории 68 кг, Маргарита Лугова, спиной она к вам сейчас стоит из России. Противостоять ей будет известная сербская спортсменка, чемпионка, многократная призерка чемпионатов Европы, чемпионатов мира Ивана Яндрич из Сербии. спортсменка, Ну, какие-то такие непонятные броски и попытки проведения пошла сейчас Яндрич. Без захвата, без плотного. Собственно, здесь уже продолжает борьбу в партере. На болевой прием пытается Лугово перейти. Но вроде бы спокойно себя уверенно чувствует. Здесь Серпко защищается. Нужно, конечно, вставать. А, вот, смотрите, все-таки, ой, прямая рука уйдет. Да, все-таки вот в чем плюс женщин. Подвижные суставы, но был момент опасный, когда прямо прямая рука, ну, прокрутила, она локоть выкрутила и смогла уйти. Вот о чем говорила, что необходимо было, Яноч, конечно, раньше вставать, подниматься и до такого не доводить, потому что травматичная ситуация, когда на прямой руке находится, очень опасно. Так, хорошо, сейчас неплохой захват у Серпки. Лево-направо, в закрытой стойке борются девчонки. Сейчас обменялись, ну, не сказать, кто в приоритете. Тут неплохой захват как у одной, так и у второй. Гадавлю сейчас атаку, здесь боковым перекоротом. Прокрутила хорошо, я бы даже, ну, два балла дала, честно говоря. Ну, балл решил таким образом арбитр. И Яндрич Ивановна, ну, здорово, с Гадавлю пошла атаковать задней подножкой. И с долу обшагнула ее боковым, а потом начала обшагивать. Это, ну, обычная история здесь, в этом стыке работа. И, собственно, хорошо обшагнула и на балл бросила Яндрич. Опять сейчас, девчонки, ну, вот закрытая стойка. Неплохо сейчас взяли захваты обоюдные. Опять та же, опять вперед таким подхватом пытается атаковать Лугова. Лугова и контратакует боковым переворотом, таким тире-обшагиванием серовка. Партер хочет перевернуть. Ну, видимо, знаете, как я почувствовала кровь, на прямой руке посидела уже почему-то, ну, не почему-то, а, собственно, подумала, что есть возможность проведения болевого, или, ну, собственно, борьбы в партере. Почувствовала, что может Лугова. И, собственно, видно, что заряженность на партере у нее есть. Минута 20 еще бороться, это достаточно прилично. Пока Яндрич Сепко ведет один балл, ну, я хочу сказать, что схватка такая, очень зыбкое это преимущество, и, в принципе, здесь еще все возможно. Чуть не накрылась на удержание. Россиянка Лугова через голову бросала, неконтролируемая руками. Чуть не накрылась на удержание. Чуть-чуть порасторопнее Яндрич была бы, могла бы свои 4 балла еще за удержание взять. Хороший односторонний у россиянки, но вот левой рукой как будто не знает, то односторонний, то поплотнее. Да, хороший бросок через переднюю подножку, но чуть-чуть далековато все-таки руки позади осталось. Здесь Яндрич, конечно, нужен партер, но не смогла стремительно атаковать, и очень долго, соответственно, свисток арбитра, и борьба сейчас продолжится. 31 секунда, Яндрич, 1 балл впереди. Пауза поправит форму, шнурки на ботинках, и 24 секунды, я думаю, 2, ну, максимум 3 завязки мы с вами еще в этой схватке увидим. Ой, хороший сейчас захват, хороший. Ой, аккуратно, чуть раньше надо было свистеть. Ну, вот россиянке пораньше нужно было со своего захвата вот с этого года в лето ковать. Только сейчас вот достаточно опасно, и смотрите, как захват уже совсем по-иному. С большей агрессией, с большим желанием идет. Нет, там не было балла. Был? Знаете, мне показалось, что не было. И, собственно, по победному движению, последнее движение было у россиянки, она сейчас выиграет. Мне показалось, что там не было балла, честно вам скажу. Кто сейчас отсмотрит, наверное, техническое совещание, не было таза, по-моему, но посмотрим. Сейчас будет небольшое техническое совещание, и судьи решат судьбу этого поединка. Вот смотрим пока. Нет, не было. Смотрите, а на колени упало, конечно. Там не было касания тазом, не было балла. Сейчас главный судья соревнований, я думаю, ну, собственно, собрал и... Отменил балл, конечно, там было касание коленями, но никак не тазом. И все правильно, все верно. 1-0 в сербку Иван Яндрич выигрывает и приносит первую золотую медаль из сербской сборной. Мы поздравляем сербскую команду, национальную федерацию этой страны. Вчера у них была бронза, вот сейчас копилки золота, высшая награда. Итак, Иван Яндрич, Сербия, первая, высота, крива, 68 килограмм. Маргарита Лугова, вторая. Отметим тех, кто стали бронзовыми. И Гришкова Ганна из Украины. И Суит Гавриэла из Кипра. Это, если я не ошибаюсь, первая кипрская награда на этом чемпионате. Поздравляем организаторов. Ну, а у нас с вами поединок весовой категории 82 килограмма. Заключительным в этом втором соревновательном блоке. Гагаладзе Имеда из Грузии. И он в красной форме противостоять ему будет Стишенко Дмитрий из Украины. Ну, сейчас Стишенко неплохо атаковал. Торот рукав, у него захват односторонний с колен. Ножницы сейчас попытался перейти на ущемление ахиллового сукожилия. Нет, но сейчас схватка продолжится. Хорошо, первой завязкой это выглядело Стишенко. Более, более, как-то, скажем так, активно. Ох, вы посмотрите, зацепы от него обвив какой красивый. Очень здорово, очень красиво. Но не до конца. В финальном вот моменте броска, ну, мы все знаем, что бросок, он состоит из нескольких частей, да, в финальном моменте немножко не доработал. Зацепом сейчас пытается атаковать Гагаладзе. Слушайте, очень интересный борец Стишенко, конечно. Слушайте, дали 4 балла, но потом мы посмотрим с вами повтор. Вот еще раз. И здесь обыграл уже Гагаладзе. Но неоцененное движение будет. Надеюсь, в повторе мы с вами увидим это, потому что я не видела там касания, но с арбитрами мы не спорим. И 5-0 уже в финале Стишенко ведет. Продолжение следует... Гагаладзе, Гагаладзе с зацепом атакует. Через грудь просто взял сейчас очень хорошо. Бросил Стишенко 2 балла. Балл показывает боковой, но... В его сторону был бросок. Думаю, сейчас пауза. Хотят принять решение, все-таки 2 или 1 балл. Вот он, просмотр. 2 балла, мне кажется, там, в принципе, было. Но сложно сказать. Может быть, у нас не совсем правильный ракурс. Точка, я имею в виду, с которой мы смотрим. Поэтому посмотрим. Балл дали. 6-0. Сам бизнес Украины на метро Стишенко ведет. И 3 минуты еще бороться. Ну, надо отдать Гагаладзе должное. Он не останавливается. Атакует, насколько возможно. Но у меня такое чувство, что Стишенко на его фоне все-таки выглядит немножко более по... По-грамотнее, по-техничнее. Ой, аккуратно. Еще раз попытался и накрылся сейчас. Чуть ли не накрылся удержанием. Вот интересная борьба у Стишенко. Но вот такие борцы, как он, они такие стремящиеся к борьбе, стремящиеся к завязке. К одной, с другой, с третьей атакуют. Иногда бывает так, что они не борются тактически, как правило. Они идут, идут, идут в атаку. Им нравятся вот эти вот стыки, скажем так. Бывает момент, что заигрываются где-то на своем движении, чуть-чуть уже под устав, функционально поднаевшись, скажем, поднакушавшись, как говорится. Бывает, что немножко устают, и где-то там сами на своем же движении бывает, что и падают. Поэтому здесь, конечно, очень важно вот это преимущество, достаточно большое, не растерять ему. Потому что борец очень интересный, яркий, бросающий и, в принципе, действительно заслуживает победы, заслуживает золота. Ну, смотрите, да, не останавливается стишинка, идет, идет борьбу. Но в то же время надо, ну, как я уже говорила, также в борьбе, после задней зашагивания, хорошая комбинация. И, то есть, оба борца в атаке, оба борются, оба атакуют, и еще, ой-ой-ой, как много бороться. Две минуты, даже чуть больше. Да, два балла, бросок, через спину, захватом руки под плечо, два балла бросил. Не вижу, не оценили, или было после свистка, был бросок. Да, наверное, после свистка все-таки. Смотрите, опять эпизод, сейчас будет развязка какая-то очень интересная, я думаю. Очень странно, сейчас, кстати, Гагавадзе зашел в одноименный зацеп, и, то ли не знаю, Стишенко, там одноименный надо было отвечать и контратаковать. Но такое чувство, что просто не знает эту защиту, эту контратаку, и не смог. Сейчас бы мог очень здорово бы таким образом контратаковать. Партер пошел, видно, что не его конек, конечно, он хорош, видно, Стишенко в стойке, очень плотно, в хорошей борьбе, очень ярко себя показывает. Сейчас хороший Гагавадзе захват у грузина, понимает, это Стишенко атакует, но, скажем так, больше ложной, чем реальной атакой. Но переход здесь же в партере на ощемление ахиллового сухожилия, болевой на ногу. Обоюдно сели, но вот теперь будут, собственно, пытаться друг к другу провести его. Здесь, конечно, время работает на Стишенко. Собственно, сейчас он может минутку на болевом своровать, и останется ему совсем немного времени уже отбороться в стойке и, собственно, отпраздновать победу весовой категории 82 килограмма. Стишенко в стойке. Стишенко в стойке. 29 секунд до конца 6-1 Стишенко лидирует Но не сдается Гоголазов Атакует все время В коронном грузинском захвате Атакует Но не может Подобрать ключ К обороне Стишенко Вроде и повыше И рычаги подлиннее Но не может он Ими справиться Удержание Да, удержание Это победное будет движение Я думаю, что Сейчас 4 балла удержит И Да, руку вернул Прихватил 4 балла А, ну закончилось время Собственно 6-2 Считаем 6-2 Выигрывая Стишенко Дмитро Из Украины Поздравляем сборную Украины Гоголадзе Гоголадзе и Меда Из Грузии 2-й Также их поздравляем Ну а бронзовыми в этой весовой категории Стали Пахомов Иван Из России И Карякин Никита Из Беларуси Это была заключительная встреча Второго нашего соревновательного блока Сейчас церемония награждения И ждем У нас остались 2 схватки Собственно Сегодняшнего дня И вообще 2 схватки чемпионата Потому что завтра У нас с вами Командная борьба А нас ждет С вами 2 схватки Женщина 80 кг И мужчина 100 кг Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... 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 Также в закрытой стойке борются девчонки с лево на лево. Минута позади. Не показать, честно говоря, кто активнее. У спортсменки достаточно активные. Борьбовы обе жажут победы и, собственно, ищут в поединках ее. Немножко не открываются, скажем так, дверцы. Атаковалась сейчас. Левая ручка здорово подхватила и застала на один балл. Сейчас тут же продолжают борьбу в партере. На болевой прием пытается перейти Анастасия Филиппович. Там и рука-то неплохо взята. Там все для того, чтобы провести болевое. Прямая рука, да, есть. Победа, умничка, радуется. Почта Анастасия, Россия, весовая категория 80 килограмм, золото. Наталья Филипенко из Украины становится второй. Третьими в этой весовой категории стали Валерия из Беларуси и Масы Дива из Бельгии. Вот он победный, победный болевой. Вот он, радость Анастасии. Поздравляем с золотом, поздравляем с победой. Первая в истории чемпионка мира среди студентов весовой категории 80 килограмм. Ну а у нас сейчас с вами заключительная схватка дня и, собственно, всех соревнований, если мы говорим о личных встречах, о личном чемпионате. Завтра, напоминаю, нас ждет командный турнир студенческого самбо. А сейчас мужчина 100 килограмм. Таши Денис из Молдавии. Он в красной форме на ваших экранах. И противостоять ему будет Дмитрий Лисеев, известный российский спортсмен, многократный призер международных стартов самбийских. Думаю, что схватка будет достаточно интересной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прихватил ногами, пытается отработать, чтобы четко сесть. Ему удалось, хоть правая нога и не свободна, но с руками вроде бы разобрался. Сейчас будет все зависеть от того, как сможет уже с руками окончательно отработать, чтобы вырвать руку. Конечно, не хватает ему второй ноги, и это видно. С помощью двух ног, конечно, божевого пола. Свобода действия. Существует и немножко тяжело ему отработать здесь. Но все-таки в атаке и все-таки пытается. Вот, все, прямая рука. Но мы знаем Дмитрия, знаем его сильный партер, ничего не смог противопоставить Денис. Все-таки подобрался с руками, очень хорошо разобрался и досрочно завоевал золото, выиграл этот поединок. Дмитрий Алисеев, поздравляем его, поздравляем сборную России, сборную Санкт-Петербурга, где тренируется Дмитрий. Таши Денис становится серебряным призером этой весовой категории. Скажем о бронзовых призерах Сегард Энтони из Франции и Ирмалюк Роман из Беларуси. Вот он, болевой прием. Победный, то, как вот, собственно, на него выходит Дмитрий. Сейчас у нас с вами блок награждений, заключительный. Два награждения, как раз-таки, женщины 80 и мужчины 100. На этом мы эту трансляцию вам желаю досмотреть церемонию награждения. Встречаемся завтра. Такой у нас с вами план. В 10 утра мы стартуем предварительными встречами. 4 сборные у нас с вами. На одном ковре пройдет борьба. В 10 утра время, соответственно, кипрское, местное. Пройдут предварительные встречи, потом будет небольшой 15-30 минут перерыв и, собственно, финал. Как я уже сказала, 4 сборные будут вести борьбу за командное первенство, командный чемпионат. Это сборные Киргизии, России, Кипра и Литвы. Встречаемся завтра. Все фотографии, все интервью, все самое интересное смотрите в социальных сетях ФИАС, также на сайте Международной Федерации Самбо самбодефисфиас.орг Спасибо. Будьте с нами. Вы знаете, наша главная мечта это Олимпийские игры. Будьте с нами, помогайте нам в нашем стремлении и, собственно, любите самбо и наслаждайтесь им. Спасибо и до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Филипенко, Наталья, Украина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...